В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Школьный стадион, новый детский сад и бесплатные завтраки. Депутаты обсудили поправки в бюджет города. Жизнь дана на добрые дела. В рамках декады инвалидов в молодежном центре прошел благотворительный марафон. Профессионализм или удача? Исход домашнего матча в высшей хоккейной лиге определился в серии буллитов. Далее расскажем обо всем подробно. Включить в расходную часть бюджета средства на строительство стадиона рядом с седьмой школой, запланировать разработку проектно-сметной документации на детский сад в 22 микрорайоне и найти возможность сохранить бесплатные школьные завтраки и продленку. Депутаты рассмотрели поправки к проекту главного финансового документа города. Какие из них были приняты, расскажем далее. То, что в 22 микрорайоне необходим детский сад, не оспаривает никто. Там порядка 17 тысяч жителей и по большей части это молодые семьи с детьми. Очередь в детсад на сегодня в этом районе чуть больше 1100 человек. По словам Сергея Анипченко, администрация не единожды обращалась в область с просьбой о софинансировании строительства садика. Земельный участок выделен, понимаете, и готов к рассмотрению. И предлагаем на 160 мест, вот на восьмигрупповые, и в течение до трех, понимаете, ответов, что мы разделяем вашу озабоченность и прочее, готовы к софинансированию или рассмотреть на данный момент. Депутаты предложили включить в бюджет на следующий год средства на разработку проектно-сметной документации на строительство детсада. Но обсудив, пришли к выводу, что вопрос требует более детальной проработки. Поправку отклонили, но договорились вернуться к обсуждению нового садика на профильном комитете. А вот решение включить в бюджет 2019 и 2020 годов средства на строительство стадиона рядом с седьмой школой народные избранники поддержали единогласно. Хотя в администрации считают, что строить стадион раньше, чем будет возведена новая детская поликлиника и дорога к ней, не имеет смысла. Нецелесообразно начинать строить стадион в связи со всем этим, потому что и рабочие будут ходить там. То есть мы не сможем содержать стадион в надлежащем состоянии при близлежащих строительных работах. Судьбу поправки, а вместе с ней стадионы решат на согласительной комиссии 6 декабря. Тогда же рассмотрят поправку о сохранении и финансировании школьных завтраков. Депутаты практически единогласно выступили за то, что необходимо найти и средства на питание учащихся, и механизм выделения этих средств из бюджета. А вот ситуацию с бесплатными группами продленного дня народные избранники обсудят на ближайших заседаниях комитетов. Ртуть, свинец, кадмия и другие опасные химические элементы попадают в окружающую среду после того, как обычная батарейка пролежит в земле несколько месяцев. Однако очень мало россиян уделяет должное внимание правильной утилизации батареек. Во многих зарубежных странах уже налажена работа по сбору и переработке этих токсичных элементов питания. О том, как решается эта экологическая проблема в нашем городе, расскажем в следующем репортаже. Десятки миллиардов батарейка и аккумуляторов в мире ежегодно используют и выбрасывают в мусорное ведро. Сегодня все чаще в обществе звучит вопрос, куда отнести использованный элемент питания и как он будет утилизирован без вреда для окружающей среды. В нашем городе специализированные места появились в центре внешкольной работы. В Сарове нет такого центра, куда бы принимали и правильно утилизировали батарейки, поэтому мы в центре внешкольной работы решили, что эта проблема актуальна для нашего города и решили сделать у себя вот такие коробочки по приему батареек. Идея оказалась удачной. На призыв не выбрасывать батарейки в ведро, а приносить в специализированный сборный пункт горожане восприняли с энтузиазмом. Каждый день специальная емкость под использованные батарейки пополняется. Дальнейший путь у собранных элементов понятен и прозрачен. Мы собираем использованные батарейки, затем мы их передаем в департамент поделом молодежи и спорта. У них там тоже централизованно проводится сбор всех этих собранных батареек. И в дальнейшем они уже отправляются в центр по переработке этих батареек в Нижний Новгород. Сделать природу вокруг нас немного чище очень просто. Всякий раз, когда в вашем любимом гаджете сядут батарейки, не выбрасывайте их в ведро. Отправляясь гулять, занесите их в один из клубов центра внешкольной работы по месту жительства и оставьте в специализированном месте. Так вы можете быть уверены, вышедшая из строя батарейка не нанесет вреда окружающей среде. На 2000 рублей увеличится ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет с 1 января следующего года. Также вырастет минимальный размер пособия по беременности и родам. Перед уходом в декрет женщины будут получать более 50 тысяч рублей. В итоге с января следующего года декретные выплаты увеличатся почти на 20 тысяч рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. У саровчан все еще есть время, чтобы внести свои предложения в стратегию социально-экономического развития города до 2035 года. Нынешняя версия этого документа опубликована на официальном сайте администрации. Как сообщили в Департаменте экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства, предложения от саровчан будут принимать до 6 декабря. Свои пожелания с обязательным указанием авторства необходимо отправлять на электронный адрес Более подробную информацию можно получить по телефону 9-77-17. Более двух десятков новых дорожных знаков установят на улице Лесной. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Как следует из документа, все 20 знаков будут запрещать остановку транспортных средств. Парковку ограничат с часу дня до пяти вечера. Кроме того, аналогичные знаки установят и на улице Чкалова. Схему размещения новых знаков «Остановка запрещена» можно посмотреть на сайте sorov24.ru. В клинической больнице номер 50 предупредили об изменениях. После недавней реорганизации терапевтического участка номер 1 первой поликлиники, ряд домов на улицах Силкина, Бессарабинка и Ключевой были прикреплены к новым участкам. Пациентов просят быть внимательными. К какому участку прикреплен ваш дом, всегда можно уточнить на официальном сайте КБ-50. В рамках декады инвалидов в Молодежном центре стартовал новый сезон благотворительного марафона «Город единства непохожих» в программе «Открытие». Выставка продажи изделий и ручной работы «Жизнь дана на добрые дела», а также творческие мастер-классы для всей семьи. Все желающие смогли посмотреть фильм «Услышь меня» о глухих людях в России. Подробности далее. В этом году средства, собранные в рамках благотворительного марафона, пошли на приобретение аппаратуры для занятий музыкой. Саровчанин Виктор Новиков теперь сможет пользоваться профессиональными колонками, наушниками и микрофоном и развиваться в исполнительском искусстве. Совсем недавно талантливый молодой человек занял второе место в отборочном этапе международного конкурса «Культура, искусство, творчество» в номинации «Я могу». Надеемся, что он будет дальше продолжать в том же духе. И до первого места нам осталось совсем чуть-чуть. Конечно же, сегодня мы благодарим всех горожан, которые помогли нам в приобретении вот этого оборудования. Благотворительный марафон «Город единства непохожих» стартовал в нашем городе 12 лет назад. За это время с помощью неравнодушных саровчан приобретено специализированное спортивное оборудование, лестничный подъемник для инвалидных колясок, оборудована комната для психологической разгрузки. В новом этапе благотворительного марафона еще один молодой человек с ограниченными возможностями здоровья получит шанс исполнить свою мечту. Пока благополучателя мы еще определяем, но все равно это будут одаренные какие-то молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. И я надеюсь, что наш марафон поможет им социализироваться, лучше адаптироваться, где-то показать свои именно творческие способности. Жизнь дана на добрые дела. Так называется выставка изделий ручной работы, средства с продажи которых пойдут на благотворительность. Авторское мыло, украшения, сувениры и многое другое. Потратив незначительную сумму денег, все желающие смогли внести вклад в общее благое дело. Зрители помладше приняли участие в творческих мастер-классах «Искусству нет границ». Самое главное – это все-таки изменение в сознании наших горожан, отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. Их мир, он пускай немножко индивидуален, он немножко другой, но они такие же равные, они также ощущают мир, они также хотят в нем жить, творить, петь, общаться, любить. В течение года в рамках проекта будут проходить благотворительные выставки и концерты. Центральным событием марафона станет праздник Дня города на стадионе Икар. Стартовал прием работ на ежегодный фестиваль рождественских вертепов «Ясельки». Он пройдет в двух номинациях. Саровчане могут подготовить рождественскую композицию из фигур или представление о событиях Рождества в формате кукольного, драматического, музыкального театра или анимации. Участником фестиваля может стать любой житель или гость нашего города без возрастных ограничений, а также любой творческий коллектив. Подробности далее. В четвертый раз в Сарове пройдет фестиваль домашних вертепов «Ясельки». Участники могут попробовать себя в прикладном творчестве и своими руками сделать декоративные вертепы с изображением событий Рождества с помощью объемных фигур. Второе направление – игровые домашние вертепы. Здесь разнообразие жанров ничем не ограничено. То есть это могут быть и кукольные, и драматические, и музыкальные, и мультфильмы, и компьютерные. Что я не могу вообразить, а кто-то из участников вдруг что-то придумает. Любая форма. Кроме участников-любителей на фестивале выступят профессиональные театры. На этот раз в наш город приедут четыре московских коллектива – члены Международной ассоциации «Бродячие кукольники». Участники фестиваля выступят 11 января, а 12, 13 и 14 января на сцену выйдут гости. Это театр «Три лика», театр «Пилигрим» и два коллектива, которые соровчане уже видели – театр «Шутик» и театр «Ученый медведь». Выступать они будут на площадках, в том числе, в Дивеево, а здесь у нас в Сарове на нашей площадке, православное творческое объединение «Мир» и на площадке художественной галереи. Афишу рождественских событий и положение фестиваля домашних вертепов «Ясельки» можно найти на сайте православный Саров и в группе ВКонтакте. В начале декабря все начинают готовиться к Новому году и размышлять на тем, что хотели бы получить на зимние праздники. Ежегодно, именно 4 декабря, по всему миру начинает работать почта Деда Мороза. Только в России зимний волшебник получает почти полмиллиона рукописных писем и еще столько же электронных посланий. О чем мечтают жители нашего города и чтобы они попросили в подарок для себя и близких к Новому году, выяснила наша съемочная группа. Но кто из нас в детстве не писал письмо Деду Морозу? Просили обычно конфеты, игрушку, какой-нибудь шикарный подарок и так далее. Правда, вот теперь те дети выросли и что просить у Деда Мороза – неизвестно. Давайте узнаем у жителей нашего города, о чем бы они попросили Деда Мороза в письме. Пойдемте со мной. Вы как взрослые люди, скажите мне, пожалуйста, чего попросить у Деда Мороза в письме такого, чтобы он исполнил? Я стесняюсь сказать, что у меня есть желание. Мне кажется, я знаю, что она хотела попросить. А чего бы вы попросили у Деда Мороза, чтобы он обязательно исполнил? Вот одну мечту какую-нибудь. А чего попросили бы? Здоровье. Писали когда-нибудь письмо Деду Морозу? Да. В детстве. Чего просили взять в детстве? Компьютер. А сейчас вот, если бы сейчас удалось бы написать ему письмо, и вы бы точно знали, что он его исполнит, чего бы вы попросили? Семью. Честно, я думал, что он попросит компьютер. Попробовать икры Чебычи. Дед Мороз существует. Если вы напишете ему письмо, желание обязательно исполнится. Чего бы попросили? Я бы попросила, чтобы все было хорошо у моих детей и внуков. Я не знаю, у меня все есть, мне не надо ничего. Счастливый вы человек. Ну, хоть нам бы чего-нибудь пожелали бы. Здоровья. Чтоб дети были здоровы. Чего бы я попросила бы? Ну, спокойной жизни, чтобы и денежку, пенсию побольше. Как мы сегодня узнали, жители Сарова готовы фантазировать на тему того, что Дед Мороз действительно существует. И если бы была возможность у него попросить какое-то одно желание, просили бы денег, здоровья. Ну, а кое-кто хотел бы даже попробовать икру Чебичи. Борьба на равных. Хоккейный клуб Саров принял на своем льду команду «Сокол» из Красноярска в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги. Давние соперники не смогли определить сильнейшего в основное время. И даже дополнительный период не принес долгожданные победы ни одной из команд. Судьбу встречи определили булиты. Выстраивая тактику игры, красноярские «Соколы» настраивались взять реванш за проек же Саровчанам в сентябре. Но подопечные Игоря Веркина сдерживали натиск сибиряков на протяжении двух с половиной периодов. Шайба летела либо мимо ворот, либо вратарь мастерски отбивала удары нападающих. Атаки и контратаки саровских хоккеистов также были безрезультатны. Это заставило изрядно понервничать зрителей на трибунах. Нападение что-то слабо играет, но пытаются что-то делать. Игра замечательная, соперник достойный, ребята стараются, но где-то не хватает чего-то еще. Валидольная игра, знаете, очень напряженно, переживаем. С нарушения правил игры поочередно удалялись хоккеисты обеих команд. Но игра в большинстве не принесла ни гостям, ни хозяевам заветного гола. Лишь к концу третьего периода спортсмены «Сокола» смогли завершить атаку и закинуть шайбу в ворота саровчан. Спустя пять минут подопечные Игоря Веркина забили ответный гол. Команда «Саров» очень хорошо сегодня играла. Агрессивная молодая команда. Было очень тяжело играть. Поэтому мы молодцы. Игра была до гола. В конце нам улыбнулась удача. Основное время матча закончилось в ничью 1-1. В дополнительном периоде спортсмены попеременно атаковали ворота соперников, но не смогли изменить счет на табло. Судьбу поединка определила шайба, заброшенная красноярским хоккеистом в серии булитов. Булит, наверное, это все-таки лотерея повезло. А так в целом игрой доволен. Игрой доволен. Ребята молодцы. Всем спасибо. Победу в матче принесла «Соколу» два очка. Подводя итоги встречи, тренеры хоккейных клубов отметили высокий уровень подготовки спортсменов обеих команд и поблагодарили за интересную игру. Кто-то должен выиграть. Но сегодня была такая игра упорная. Я бы сказал, что равная игра. Но соперник победил. Я его поздравляю с победой. Следующий домашний матч хоккейный клуб «Саров» проведет с «Металлургом» из Новокузнецка. Игра пройдет в среду 5 декабря. Начало 18.30. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...